В моих руках находится ЦИМА Модель CM049 от компании ЦИМА представляет из себя Привод металлическо-пластиковый Очень много пластиковых и достаточно много металлических частей К сожалению, я вас возочарую, это не стальные части Но обо всем по порядку Начнем, пожалуй, с массы технических характеристик данного привода Масса данного килограмма 580 мм Масса данного привода 3 кг плюс-минус 100 г Длина 757 мм Складываем приклад и он становится в длину 500 мм Для пистолета-пулемета Это очень неплохая характеристика Из чего сделан данный агрегат Ну, начнем с самого конца С приклада Приклад выполнен из ударопрочного пластика Не есть хорошо, но зато облегчает всю конструкцию Верхняя часть ствольной коробки выполнен из металла К сожалению, не магнитится Скорее всего, какой-то сплав Может быть, даже порошковый Нижняя часть пластиковая Бункерный магазин, который идет в комплекте к данному приводу Выполнен из металла Единственная часть, ну, практически единственная, которая в этом приводе магнитится Дальше у нас следует цевьё Цевьё выполнено из двух материалов Это ударопрочный пластик А также рельс-планки, выполненные из металла Прицельные приспособления, выполненные из немагнитного материала За исключением самого целика То есть мушки Целик, мушка Он выполнен из стали, скорее всего И, собственно, пламя-гаситель Также выполнен из металла Внутри этого привода установлен гирбокс второй серии Из коробки этот привод плюется со скоростью 125 метров в секунду Стандарт, ёлки-палки У этого привода есть имитация затвора Да! Как я вам ранее говорил, что это ЕББ Это обозначает, что у данного привода есть отдача Ну, точнее, имитация хода затвора Я вам слегка продемонстрирую Безопасность прежде всего Разумеется, привод новый и из коробки И ничего плохого он на вскрытии, собственно, не показал За исключением нескольких ляпов Начну я, опять же, с самого тыльника Че-то я люблю заходить с тыла Люфт данного приклада огромен Так как он крепится всего на один пин Ну, по крайней мере, я так понял, что он крепится всего на один пин Расположенный вот здесь, в самом низу Если с этой стороны, то вот здесь Он легко выдавливается для того, чтобы приклад можно было снять и заменить на какой-то другой В этом, собственно, и заключается недостаток этого приклада Потому что замечен один огромный люфт по отношению корпуса В верхней части приклада, который обхватывает корпус нашего автомата Он ходит тудой-сюдой В общем, надо закреплять Вторым недостатком данного привода будет являться переключатель огня Конечно же, здесь большой плюс То, что он расположен как с левой, так и с правой стороны Расположение его с двух сторон говорит о том, что его очень легко могут использовать как левши, так и правши Итак, я ставлю палец на спусковой крючок Все хорошо, все зафиксировано После этого переводим в одиночный огонь Агрегат стреляет, все успешно, все нормально Переводим в автоматический огонь Вот он, обхват И вот он, недостаток Смотрите Данный переключатель огня слишком длинный у цимы Или расположен слишком низко Посему мы пальцем постоянно его задеваем И в пылу схватки есть вероятность и очень немалая, что вы переключитесь на одиночный огонь Разумеется, это будет экономить ваш боезапас Но подавлять огнем вы уже не сможете Вам придется расфокусировать свое внимание с мишени и снова переключить на автоматический режим Решить эту проблему довольно просто Переключатель огня с этой стороны лучше всего снять Если вы правша, разумеется Ну, если вы левша, думаю, вам тоже будет это мешать И посему можно снять с левой стороны Зачастую именно эти переключатели огня очень просто теряются В комплекте к данному приводу идет бункерный магазин Как я сказал, уже из металла Он на 200 шаров Шары засыпаются сверху Вот через это отверстие Ну, по-моему, там 200 шаров Крышечка сверху не закрывается Она слегка фиксируется на какие-то маленькие несчастные два зубчика Которые впоследствии и стираются А теперь о плюсах в данном приводе Базовой комплектацией он снабжается тактической рукоятью Почему? Да хрен знает почему Может из-за того, что у него слишком много планок Пикатинни Которые прикреплены на цевье Цевье у нас тоже непростое Как вы видите, оно снабжено тремя рис-планками Раз, два и три На него можно повесить хоть черта лысого Начиная от подствольных гранатометов, тактических рукояток, ЛЦУ Ну, к сожалению, снайперский прицел его сюда не присобачить Потому что будет слегка неудобно целиться Почему это цевье непростое? Потому что внутри у нас прячется аккумуляторная батарея Кстати, тоже входит в комплект Ура, великой ЦИМИ! У нас в комплекте всегда есть батарейка! Крепится данное цевье всего лишь на один пин Расположенный возле прицельного приспособления Он выдавливается одним пальцем Вынимается, цевье открывается И, собственно, внутри находится аккумуляторная батарея Пламя-гаситель также является съемным Как его снять, я, собственно, так и не понял Потому что у меня руки не с того места растут И вместо него вы можете поставить более длинный стволик И присобачить туда ПБС Прицел, как и в оригинале, у нас диаптрический И снабжен четырьмя отверстиями под стрельбу на разные расстояния И тут еще один маленький недостаток данного привода Это прицельное приспособление болтается влево-вправо, влево-вправо Собственно, оно чуть ли не гремит, если трясти этим приводом Ну, разумеется Да, вот оно ходит влево-вправо, влево-вправо И закреплен довольно паршиво Как это лечить, я не знаю Возможно, вы и знаете И оставьте это в комментарии Как вылечить прицельное приспособление у МВ-5 Разумеется, я спросил ребят Как этот привод ведет себя, собственно Потому что он уже не молод И на рынке довольно давно находится Вы знаете, получил довольно неплохие отзывы Ну, от 49-й модели Конкретно, к сожалению, не было Но от нечто подобного было Например, у тех, у кого немножко другой цивью И приклад весло Говорят, да, пластик страдает То есть приклад по истечении какого-то времени Примерно полгода Лопнул по шву И его пришлось заменить Как и цырье, собственно Бывает такое, что не выдерживает механических повреждений Это падение И довольно серьезные падения И они, собственно, лопаются Вы же знаете этих русских Дайте им два металлических шара в закрытой комнате Они один обязательно сломают А другой Потеряем Преимуществом расположения Аккумуляторной батареи цевье Дает нам возможность Челкать затвором В отличие от MP5 Курц Который мы обозревали Ну, довольно давно уже, если считать Если кто не видел, то, пожалуйста, вот здесь вот Жмем на окошко И можно будет посмотреть на MP5 Курц Интересная мелочь, которую мне нравится в MP5 серии Это сброс магазина Он осуществляется двумя способами Это можно сделать либо снизу Либо можно сделать сбоку Здесь находится кнопка Мы нажимаем И он отстегивается Мелочь, а приятно Ну, а теперь самое время Пошмалять За моей спиной находятся Привычные нам уже воздушные шары По которым мы будем сегодня стрелять Из MP5 И у MP CM049 Расстояние небольшое, разумеется 25 метров Плюс-минус 2-3 метра Походу, я И чуть не депортил поп-ап Кстати, да Поп-ап очень подвижен И легко меняет свою настройку Недостаток Большой недостаток Опять пожара явится Да что ж такое Когда я начинаю сгореть Мне как будто руки не имеют Опа Он прьет Ох ты Нехорошо Пипец Походу я Поп-ап опять сместился Знаете Попаду в этом Привычки Да господа Цима у меня-то Обосралась И обосралась По полной программе Собственно Он сломался Скорее всего Подвели какие-то шестерни Потому что Поршень больше не ходит И это чувствуется Ну сами можете Собственно Послушать этот звук В общем Походу этот привод я купил Я вам хотел показать Работу Блоубэка Я вам хотел Показать Много чего интересного Показать Ну а на этой печальной ноте Давайте с вами прощаться Все кто не видел Мои предыдущие видео Пожалуйста смотрите С каждым выпуском Мне все хуже и хуже Всем удачи И пока До следующего Обзора Где 11 косарей Честно говоря Первый раз Меня Цима Разочаровала И разочаровала Полностью Вообще Я вот Честно говоря Хочу Пойти в тот угол Забиться туда И разрытаться Как маленькая девочка С косичками И в розовом Платице Платице